Аудитория уже тоже определённая сформировалась. Часто это очень глубокое, большое горе для семьи, когда сталкиваются с алкоголизмом или наркоманией. Вот ваше видение на это явление о природе зависимости. Расскажите, как вы это делаете? Ну и вот в древней медицине считается, что есть три варианта нарушений, которые сначала происходят в психических функциях человека, а потом переходят уже на физическое уровень. И первый вариант нарушений связан с такими глубокими эмоциями чувства несправедливости, обида, отчаяния, гнев. Когда человек беспокоится сильно, про раздражение, беспокойство находится. То в этом случае развивается алкоголизм. Если вот такие вот состояния. И понятно, что есть, допустим, методики, как вылечить это вовлечение человека в какую-то добрую, очень, атмосферу. Так Довженко, допустим, в Советском Союзе. Он вовлекал людей в добрую атмосферу. Они не говорили о плохих таких-то вещах. Они работали вместе, дружили. И постепенно человек в доброй атмосфере, у него обида, вот это отчаяние проходило из сердца, и у него пропадало желание пить. Если говорить о каких-то практиках, то когда человек, допустим, находится длительное время в воде, там причем есть определенные временные промежутки, например, если в море, допустим, вода 25 градусов, то надо где-то час-десять находиться в воде, чтобы хватило, чтобы человека расслабило. Если, допустим, это холодная вода, то в проруби 5,5 минут. Но вряд ли алкоголик сможет столько продержаться, он однозначно будет пострадать. Надо, чтобы закаленный человек был. Вода 22 градуса, требуется 40 минут. Потом надо уже, так как это холодная вода, нужно заканчивать теплой. Такие практики, если совершать раз, два, три дня, то постепенно человек расслабляет, и вот это напряжение, которое вызывает желание выпить, оно и пропадает. Да, также помогает статическое положение тела. То есть человек, допустим, стоит, не двигается. Можно стоять, допустим, какой-то настрой повторять позитивный «Я желаю всем счастья» или повторять молитву в своей вере. Час-пять минут надо стоять неподвижно. Чтобы убрать вот это напряжение, которое вызывает желание выпить. И примерно с 50-й минуты у человека будет очень трудно стоять. Надо преодолевать это. Такие практики помогают избавиться от пьянства. А что касается наркомании, то причиной наркомании обычно бывает депрессивное настроение. Когда человек имеет плохое настроение, негатив ко всему, ему ничего не нравится, все плохо, он ищет счастье, что ему нет счастья жить. Наслаждаться. То есть хочется наслаждаться. Ну хочется как-то. Ну все люди в основном наслаждаются жизнью, просто самой жизнью. Но вот есть категории людей, которые входят в длительную депрессию, и они не могут от жизни наслаждаться просто. И эта депрессия их выматывает, им надо что-то сделать с собой, чтобы вот эта депрессия прошла. Как разрядка? Как разрядка, да. И поэтому они... Надо кайфануть. То есть надо... Это... Вот эти все наркотики по типу конопли там, допустим, или маковые вот эти все виды наркотиков. Они все именно направлены на то, чтобы человек испытывал эйфорию очень хорошая, такое спокойное, доброе настроение. Ослабляет. Да. И вот есть такие практики, которые приводят человека к доброму настроению хорошему. Во-первых, это практика пребывания на солнце. То есть человек позитивно к солнцу относится, на солнце желает всем счастья. И длительное пребывание на солнце, не сразу, это постепенно надо привыкать. Сначала 40 минут побыть, потом дольше. И так проводить до 3, до 3,5 часов на солнце стараться. Ну, особенно хорошо, когда солнце... Плюс вода, ты кубаешься, потом опять на солнце. Это практика. И также помогает практика длительного поста. Когда человек не ест, у него сначала настроение очень сильно портится, и не хочется кушать. Но потом у него включаются другие возможности внутреннего питания, и параллельно с ними включается адаптивно повышенное такое позитивное настроение. Фактически человек, когда он научился поститься, подолгу не есть, то он всегда на подъеме. У него в это время, когда он не ест, хорошее настроение, потому что плохое настроение сразу вызывает желание поесть. Ну, а человек себя не пускает в эту сторону, потому что им надо долго не есть. И примерно 2,5 суток, раз в месяц такой пост, он освобождает человека от наркозависимости. Ну, а если говорить на солнце, то примерно раза 2 в неделю, по 3 часа на солнце, если быть, вместе с морем, естественно, чтобы не перегреться. Но это постепенно, потому что может быть солнечный удар, если человек это сразу делает. Вот такие практики, они снимают зависимость от наркотиков, потому что они выводят человека из депрессии. И сама идея наркотика, она пропадает, потому что нет депрессии. И есть еще третья причина зависимости, это когда человек находится в таком состоянии безысходности. Ну, то есть, первая причина обида, вторая причина – это депрессия, а третья – это страх, безысходность, чувство препятствия сильного в жизни, такое, что у тебя ничего не получается. Человек как будто бьется, как рыба обьет. И вот это состояние преодолевается с помощью длительного движения, потому что волевые функции у человека включаются во время ходьбы. Он идет, надо себя заставлять идти все время, и вот это составление приводит к включению волевых функций. И экспериментально установлено, что примерно 4 часа, если человек средним темпом идет, нужно 4 часа, чтобы выйти из состояния зависимости от табакокурения. Потому что именно табакокурение и употребление кофе и чая, вот эти вот виды наркотиков, они связаны с безысходностью, подавлением волевых функций, суетой человека, его чувством препятствия, усталости такой от жизни, что он устал уже от силы, ему все надоело. Это длительным движением, раз в 6 дней где-то нормально, если человек достигает 4 часов в последний час, он будет очень трудно идти, если у него действительность, зависимость такая. И если он все-таки преодолевает это внутреннее препятствие с помощью ходьбы, то через 3-4 месяца вот такой практики, раз в 6 дней, 4 часа ходить, человек избавляется от табакокурения. Также тоже где-то 3-4 месяца нужно, чтобы с помощью постов избавиться от наркотиков. И примерно такой же срок, чтобы с помощью неподвижного положения тела, статических упражнений и пребывания длительного в воде избавиться от алкоголизма. Ну это мы говорим о практиках как аскезы, да, то есть мы говорим об аскезах, кроме аскез, конечно, нужна социализация человека. Например, мы уже сказали, что пьяницам нужна добрая атмосфера, потому что они в обиженном настроении, живут в состоянии. Людям депрессивным, соответственно, нужны позитивные эмоции. Это может быть, допустим, радостная какая-то среда, там, счастье, радость, допустим, танцы, там, дискотеки какие-нибудь, что-то такое, где можно повеселиться, где порадоваться жизни. А людям с табак-курением нужно режим дня выстроить, научиться, чтобы у них не было суеты, чувство паники, что они ничего не успевают. Это социальный фактор вот такой. А какой думаете, это как-то связано с потерей смысла жизни? Ну, все в этом мире связано с потерей смысла жизни. Но просто существует три типа вещей, которые человека приводят к нарушению его функций. Вот. Первое – это страх. И страх дает человеку скованное сознание, волевые факторы страдают. Страх – это первое. Вот. Это связано с курением. Второе – это отсутствие счастья или депрессия. Это приводит, соответственно, к наркоманию. И третье – это обида или отчаяние. Вот. Страх, отчаяние и депрессия. Это три основные такие направления нарушения функций психических человек. И они с древних писаний по всех описаны. Вот. Ну вот чаще всего люди, которые проходят наркотические реабилитации, они встают вот на путь желания больше никогда к этому не возвращаться. Вот. К ним применены разные методики. Вот эти позитивные, там, общности и так далее. Групповые поддержки какие-то. Но они вот сталкиваются с тем, что, допустим, человеку 30-35 лет, он все это время занимался понятно чем и упустил большую часть жизни, как психически, так и социально. И он выходит в мир абсолютно, просто не знает, за чем хвататься. Это немножко не так. Не то, что он не знает, за что хвататься, у него просто нет возможности хвататься. Если человек обиженный, пьяница, то есть он очень чувствительный, ранимый, ему очень трудно с людьми быть, его там обижают все, он чувствует себя очень плохо, да, кажется, да. И он из-за этого не может социализироваться. Если человек наркоман, он в депресснике, как вот свой там, дом стоит, свет горит, из окна видно даль, так откуда взялась печаль? И вроде жив и здоров, и вроде жить и служить, так откуда взялась печаль? Ну, то есть в своем депресснике понятно, что у него печаль, и он не может нормально жить. Поэтому сначала человек совершает аскезы и выходит из этого состояния в целом. А потом, как вы правильно сказали, нужна социализация. Ну, то есть социализация – это объяснять человеку, что надо добиваться всего своими силами, надо ставить себе цели, нужен какой-то позитивный пример для этого, какая-то среда. Вот у нас сейчас здесь проходит такой фестиваль небольшой, на котором идет социализация людей. Они учатся вместе, там, настрои позитивные, зарядки делают, там, желать всем счастья, купаться там на море. Ну, то есть мы, как бы, людей включаем в активную жизнь. Часто даже люди, которые нормально живут, они заработались, там, устали от жизни, и им нужно что-то такое, чтобы их нормально восстановить как-то. И вот такие мероприятия могут быть и для этих людей, и поэтому есть такое понятие ЗОЖ – здоровый образ жизни. Это совместные тренинги, там, какие-то тренировки, фитнес-клубы, йога, там, пробежки совместные. Все это однозначно приводит, это первый этап социализации, это совместное выполнение каких-то действий. И оно включает волевые функции. Помоги сотрудничать? Совместно, что ли? Нет, совместно. Ну, вот, допустим, в фитнес-зал человек начал ходить. А, то есть вывод из изоляции? Ну, да, человек не сотрудничает ни с кем, там, просто железо таскает, но он уже начинает чувствовать, что он может, что он может что-то сделать с собой. У него есть возможность. Или пробежки совместно делать, или купание, там, какие-то, или лежать на какие-то фестивали. Вот, сначала все начинается с этого. Когда у человека волевые функции включаются, он уже, поработав с психологом, может поставить себе какие-то цели в жизни. Понимаете, растению ставить цели бессмысленно. Вот он растение, и, как бы, ему говорят, ну, вот поставь себе цель. Ну, какая ему цель? Он вообще, он даже с постели встать не может. Не то, что там цель себе поставит. Поэтому сначала аскезы выводят человека, потом дальше привычка здоровой жизни, ЗОЖ на втором этапе. Потом дальше идет социальная адаптация, психолог, работа с психологом. А потом только уже активные деятельности, направленные на... Ну, жены обычно очень сильно заждались каких-то активных действий. И надо вернуться к своей какой-то социальной жизни. А они действительно очень часто прекращают употреблять, просто лжать на тебя. Ну, потому что человек почему употреблял? Потому что он не мог справиться с этим состоянием. Теперь его выводят из этого состояния, это все. А состояние осталось. Он что ему остается? Если человек обиженный, он не пьет, он еще более обиженный становится. И там надо просто жизнь спасать человека. Поэтому я говорю, сначала надо аскез совершать. Вот вода убирает обиду. Даже в древней культуре люди, когда сильно обижались, они садились в ледяную воду, и ледяная вода убирала обиду. Сразу человеку легче от обиды становилось. А настроение поднималось постом. Точно так же длительное движение, волевые функции человеку включает. Поэтому надо сначала вывести себя из этого состояния, которое привело к зависимости, а потом уже дальше, уже следующий этап уже изменит. Вот есть вопрос от телезритерии. Такие заболевания, зависимость, часто сопутствуют с гепатитом и ВИЧ. Вот как врач. Что вы можете посоветовать? Ну вы же понимаете, откуда берется там ВИЧ, гепатит. Это уже гомосексуализм. Это все такое хозяйство. Что посоветовать? Как лечите? Как вы лечите ВИЧ? ВИЧ никак не лечим. Я не могу лечить ВИЧ. А что это такое по вашему? Ну это вирус. Вирус, да, и гепатит. Ну гепатит сейчас лечится. Сейчас есть уже лекарства индийские, германские, которые полностью увеличивают. Вылечивают. Генеретики, да, вы не лечите? Ну я не знаю, как они конкретно называются. Но я когда изучал эту тему, у меня много просто друзей, знакомых, которые говорят, что полностью вылечился гепатит С. Это германский какой-то цикл приема лекарств. И в Индии тоже у них аналоги таких же лекарств есть, подешевле. Которые вылечивают полностью гепатит. То есть гепатит сейчас перестал быть такой проблемой, неизлечимой болезнью. А что касается СПИДа, ВИЧ, ну тоже здоровый образ жизни, конечно же будет как-то помогать. Но ВИЧ это же иммунное заболевание? Нет, это заболевание вирусной природы. Да, ну как бы есть, конечно, какие-то профивирусные средства. Допустим, у меня есть вот такие вот браслетики, которые лечат ОРВИ. Еще есть спрей в нос такой. Мы от коронавируса специально вот такие сделают для себя средства. Ну и мои друзья, знакомые все это делают. Никто не болеет. Вот. Просто я подобрал... То есть это как хорошее противовирусное можно было? Просто... Природное. Я просто рассказываю, что есть 8 масел. Это масло рыжиковое, черного тмина, гвоздичное. Масло лаврового листа, эвкалипта и так далее. 8 едов масел, которые противовирусно действуют. Всегда действовали. Я их в определенных пропорциях смешал, чтобы они перегружали человека. И просто мы брызгаем в нос и в рот перед общением с людьми. На 7 часов масло это действует. И мы таким образом профилактику делаем. Также я сделал парашок из 16 тоже наименований противовирусных. И рефикторно этот парашок носишь на теле. И тоже, когда если вирус попадает внутрь, он легче, человек справляется с ним. Вот я так от вирусов спасаюсь. Но это респираторные вирусы. А вирус СПИДа, я думаю, что тоже есть какие-то методологии, можно разработать рефикторно влиять на него, чтобы он меньше развивался, размножался. Если нет других способов, стоит травиться. Я со СПИДом не работал, поэтому я не могу ничего сказать, как его рефикторно можно подавлять. Хотя это такая возможность, я думаю, есть. Я много над этим работал, особенно над респираторными вирусами. Но именно со СПИДом я не занимался. Это такая узкая аудитория, это надо лабораторно... Ну это совсем, конечно. А вот ВИЧ, конечно, пошире. Это одно и то же. Ну, я не специалист, я не знаю, что... Хорошо. Я не вижу... Вот многие религии пытаются помочь в этой области. И вот протестантское направление, оно очень похоже на то, что вот вы говорите. Пост, молитва, понесение благой вести, позитивный настрой, команды. Но все равно нет таких вот прям хороших результатов. Как он может это прекратить? Нету религии, а вообще то, что люди пытаются решить... Ко всему нужно подходить с помощью научного подхода. У меня разработаны четко рекомендации по длительному движению, по поступу, по неподвижному положению тела, которые дают очень хороший результат. В том числе и у людей с серьезной зависимостью. Я уже всю систему вам рассказал. Сначала аскезы, потом социализация человека, потом дальше, как вы правильно сказали, постановка целей. На все, про все полгода уходит где-то. Ну, я чисто вот с этой аудиторией конкретно не работаю. Но они попадаются в такие видео, и у всех хорошие результаты. Если говорить о моих результатах, то они зафиксированы в моей кандидатской диссертации. У меня те люди, которые по моим методикам работают, они у нас было, ну, из тысячи человек, которые у нас включились в это исследование, у нас где-то 300 человек примерно было курящих и примерно 300 пьющих. Из них половина полностью бросили пить и курить, а половина сократили дозы и продолжают сокращать. Ну, то есть это на момент исследования так произошло. То есть мы специально ими не занимались, но те люди, которые включились в эту систему здорового образа жизни, они все очень хорошо развивались в этом направлении. И 50% там с курением 49, с спиртным 51, примерно 50% вообще бросили. Это очень хороший результат, да. Поэтому я сам не пил, не курил никогда в жизни. У меня с этим нет проблем. А можем продолжить про нереализованность. Мне кажется, это более широкая аудитория. Все сейчас очень озабочены тем, что как же реализоваться. Наслуживание заканчивается. Нереализованность, что вы имеете в виду? Ну, вот даже если взять эту аудиторию, мы уже поговорили. Вот, допустим, человек 5-10 лет социализировался, развился, а реализации нет. Ну, у меня знакомство шире. Я кого не встречу, все страдают от того, что как же реализоваться, как попасть в строю своей собственной миссии. Хотя это я так понимаю, тем не менее. Хорошо, я расскажу. У людей абсолютно превратное представление о реализованности вообще большинства людей. Большинство людей считают, что реализованность – это профессиональная деятельность. Они уверены просто в этом. Особенно даже и женщины тоже так же считают многие. А материально, да? Ну, это как бы непонимание просто природы человека. Потому что, ну, само по себе деятельность, зарабатывание денег – это не природа человека. Природа человека, она глубже. Человек имеет духовную, нравственную природу. Поэтому корыстная любая деятельность, направленная на зарабатывание денег, она никогда не даст полного удовлетворения человеку. Потому что, ну, духовная природа означает чистота, бескорыстие, любовь, верность. Понимаете? Вот эти понятия, они дают глубину и отдачу очень сильно внутреннюю. Поэтому надо разделить на сферы жизни. Вот, допустим, первая сфера жизни – это мой семейный долг. И здесь надо реализовываться именно в верности, в уважении, в прощении близкого человека. Потому что часто люди думают, что семейный долг означает женщине рожать детей, а мужчине зарабатывать деньги. Семейный долг означает создать счастливую атмосферу в семье. И если в семье счастье, то это реализованные люди, они чувствуют себя очень хорошо, им нравится. Ну, это гигантский труд, реализовать такую атмосферу в доме. Ну, кто говорит, что это просто? Ну, есть значит, для чего жить. Вот, потом дальше. Большинство людей думают, что реализовываться означает, там, дом построить, там, заработать себе на бизнес крутой. Это все бред полный. Ну, то есть, если человек пашет, как ишак, никакого удовлетворения в жизни у него не будет. Я не против работы, я просто говорю о реализованности. Поэтому реализованность, она находится в сфере нравственно-духовной жизни. Вот, у меня много друзей, которые кто-то из них кормит бездомных людей, и он чувствует большое счастье. Кто-то храмы строит, кто-то занимается духовной практикой, молится, допустим, или дает людям знания о том, как правильно жить. И вот эти люди уже чувствуют себя счастливыми, потому что они бескорыстно помогают людям. Сама вся бескорыстная деятельность, она приводит также и к повышению внутреннего и внешнего статуса человека, потому что, когда человек развивается нравственно, то у него качество личности, когда у него выше, он становится честным, трудолюбивым, добрым, способен прощать, позитивным становится. То есть, качество личности, когда развиваются у человека, то это, в свою очередь, приводит к тому, что человек становится более востребованным. И у него повышается статус в обществе. Поэтому, когда человек работает над собой, развивается как личность, это быстрее дает результат даже с точки зрения денег, чем если бы он пахал, как ишак. Когда человек урабатывается, упахивается, то у него стадии его жизни такие. Сначала все интересно, мы развиваемся, потом устаю, потом надоело, потом депрессняк, потом вредные привычки. Здоровье. И человек валится, да, разрушает семья. Поэтому понятие смысла жизни гораздо глубже, чем просто, как люди говорят, дом построить, дерево вырастить, родить, воспитать сына. Вот это все не является каким-то очень высоким смыслом жизни. Высокий смысл жизни – это научиться понимать, что такое бескорыстие, что такое верность, чистота, что такое самопожертвование, сама обдача. Поиск высшей истины, поиск Бога, поиск своих отношений с совестью, с Богом. Вот эти вещи, они больше включают человека в такое радостное, счастливое существование, чем просто, ну, построил ты дом там, ты чего там ходишь по этому дому, и, ну, там, ага, надо теперь его заставить. Ну, заставил. Упахались, друг с другом не видитесь, не общаетесь, потеряли здоровье, счастья нет в жизни, разошлись, и что ты один там в этом доме будешь делать. Еще его разменяешь, вообще ничего не останется. Строили, строили, наконец-то строили. Ну, иногда бывает так, человек строил, строил, и умер. Да, бывает всякое, да. Ну, у нас здесь очень много стройки, и вот видно, как люди впахиваются, и не успевают даже пожить там. Ну, это, да, это глупо. Вот в этом заключается проблема, что люди не понимают, что ценности какие-то, высший смысл жизни гораздо глубже, чем просто вот какие-то примитивные такие полуживотные какие-то идеи. Например, парфюки тоже всю жизнь там строят себе эти подводные запахи, замки, вот, и муравьи тоже строят себе, муравейники всю жизнь. И все животные добывают себе пищу, у всех есть семьи, вот, но от этого они из животных людьми не становятся. У человека это означает совесть, отношение с Богом, бескорыстие. У животных нет бескорыстия, у человека есть. Радость тоже, жизнерадостность, радостное отношение к миру. Это тоже признак человеческого существования. Часто люди даже не улыбаются на улице, потому что они заработали слишком сильно. Ну, то есть, вот это вот, я хочу себя реализовать, и поэтому я хочу себе надойти в такую специальность, в которой бы я получил счастье. Специальность не дает полного счастья. Самосовершенствование дает счастья. А правильно ли я понимаю, что нужно как-то вот свою природу в соответствии с варной разновать? Или это не так важно? Потому что сейчас вот с этими варнами такая путь. Ну, во-первых, люди в основном не знают, что такое варна. Ну, двои знают. Эту тему взяли. Есть разные стадии развития личности. Варна – это означает, что человек находится на платформе разума. Ну, то есть, действовать согласно варне – это значит природа рабочего, природа бизнесмена, природа руководителя, природа ученого. Это деятельность на платформе разума. Есть вообще люди невключенные. Я их называю ватрушками. Мужчины – принцесс на горошине, как бы женщины. Мужчины мечтают невключенные. Мужчины ленятся, просто ничего не хотят делать. Их надо включить. Когда человек включается, у него появляется следующая статья. Называется хобби. Ну, то есть, он делает то, что ему нравится, а то, что ему не нравится, делать не хочет. Ну, допустим, его руководителям взяли, если ему нравится собрание проводить с людьми, рассказывать с ним, как правильно работать, а следить, как они работают, наказывать им ему не нравится. И вот он делает только то, что ему нравится, его выгоняют с работы. Или он картины рисует, и они ему нравятся. Но продать он не может, потому что больше никому не нравится. То есть, стадия хобби – человек делает все, что ему нравится, но это никому не нравится, и поэтому он не может быть успешным. Следующая стадия – это деятельность по способностям. Не по природе, а по способностям. Вот что получается, то и делает. Это значит, человек уже как минимум любит труд. Он уже любит трудиться. И постепенно, через любовь к труду, он находит, чем ему заниматься. Так, на ощупь. Это как это можно сказать? Если ты на войне находишься, и в штаны не какаешь, то тогда ты постепенно найдешь, где тебе воевать. Или из снайперской винтовки стрелять, или с парашютом прыгать, десантником, или на танке ездить, или на самолете летать. Ты найдешь, если тебе… Ну, ты привык к труду, к этому. Точно так же человек привык работать, он любит труд. Ну, не постепенно там поработал, здесь поработал. Постепенно нашел себя. Называется деятельность по способностям. Она дает деньги, но удовлетворение не дает. Люди пахают, пашут и думают, чем мне заняться, чтобы я счастье искупал. И это следующий этап развития. Человек уже не развивается на работе. Он развивается в нравственной, духовной. И он, в результате нравственного и духовного развития, человек постепенно начинает чувствовать, в какой деятельности его бескорыстие включается сильнее. Кто-то, допустим, есть разные виды бескорыстия, они зависят от концепции счастья человека. Вот если человек читает знания, спасет мир, становится ученым. Он людям дает знания. Второй вариант. Это социальное устройство спасет мир. Значит, человек становится руководителем. Он пытается социально организовать правильное общество. Или богатство спасет мир. Человек становится бизнесменом. Или творческий труд спасет мир. Тогда просто человек обычный рабочий. Но это, понимаете, эта концепция называется платформа разума, потому что человек уже стал бескорыстным. И вот когда он становится бескорыстным, тогда он может действовать на платформе разума. А в противном случае это бесполезно, это все рассуждать, потому что если ты ватрушка, там какая разница, там знание спасет мир или не знание, ты просто работать не хочешь, ты надо хотя бы начать что-то делать. Поэтому как бы здесь ничего не сделаешь. Человек, если ни разу, то он не может действовать на каких-то варнах. Может действовать только как может. Много нереализованных людей очень. 90% варнашрама для них это знание абсолютно непрактичное.